Италия В Италии конкретно курс, по которому вступил в силу евро, был 1936,27 лиры. Короче говоря, 1 евро 2000 лир. Буквально в тот же день все зарплаты пересчитали на основании данного курса. Однако все цены остались те же самые. То есть, условно, то, что стоило 2000 лир, не стало стоить 1 евро, стало стоить 2 евро. Вот начиная с этого момента итальянцы больше уже не приветствовали Евросоюз. Каков результат на сегодняшний день? В Италии в настоящий момент достигли 14% безработицы, а среди молодежи уже захлестнуло за 40%. Но это вина Евросоюза? Ну а кого еще? Это вина Евросоюза? Нет, ну то есть итальянцы, конечно, тоже постарались. Но, очевидно, они же все-таки являются основателями Евросоюза. Если Италия должна идти в неком едином русле экономическом, финансовом вместе с Европейским Союзом, тогда я с Марком абсолютно согласен. Здесь большая часть вот этой вины лежит на Евросоюзе, который Италию заставляет по этой дороге идти. В Италии институционный паралич, который, Гордиев узел, который пытался разрубить Ренци. Причем здесь Евросоюз? Почему Италия спихивает свои проблемы на Евросоюз? Объясню, объясню. Объясни, да. Объясни, да. Смотрите, смотрите, вот ни одна вещь не понятно. В Италии и в Испании огромные молодежные безработицы, потому что там мало промышленности. Промышленность переехала в Германию, в другие страны. Россия предлагала построить Южный поток. Маркову его то же самое. Бравые итальянцы пойдут в бой или все-таки сила НАТО? Ну, вы знаете, я служил в итальянской армии, так что, в принципе, я как бы служил в НАТО. На самом деле, опять-таки, так же, как мы видели насчет Евросоюза, в каждой стране свои абсолютно разные принципы. То есть в Германии это не то же самое, что в Швейцарии. В Швейцарии не так же, как в Италии и так далее. Но, тем не менее, Марк, смотрите, есть определенное общее, ну, по крайней мере, если прессу читать, складывается такое впечатление, что есть общее мнение. Мы, Европа, беззащитны перед страшной Россией. НАТО нас уже теперь не спасает. Я могу сказать одно. Я могу сказать одно. Вот традиционно в Италии всегда левоцентристы выступали против НАТО как таковая. Так. В какой-то момент, вот сейчас, когда Трамп начал объявлять, а что же вы хотите, то есть вы даже взносов не платите. Вы даже взносов не платите. Может быть, пора уже как-то... Зачем мы своих ребят высылаем в подарок? Ну, честно говоря, логично. И тут почему-то все левоцентристы, наоборот, выступают за НАТО. То есть мир просто перевернулся с головы на ноги. Кстати сказать, итальянская, вы знаете, я не так несколько лет назад убедился, в чем-то итальянская армия лучшая в мире. Это в том, что касается миротворческой операции бывшей Югославии. Марк, давайте коротко. Позвольте, да, буквально, в двух словах, просто я позволю себе не согласиться. Просто дело в том, что когда я служил в итальянской армии, она была обязательной. Она была обязательной. Я служил в 85-м году, так что сами понимаете. Тогда как то, что вы упоминали, то есть вот насчет Югославии, в этом, честно говоря, у Италии, равно как и у многих других стран, руки в крови, они разбомбили к чертовой матери, извиняюсь, целую страну. Понимаете? Вы не поняли, вы не поняли. Так, хорошо, стоп, давайте мы сейчас здесь не будем. Сергей Александрович, все, спасибо. А миротворцами прекрасно работали, итальянцы. Какой вы видите Европу через 10 лет? Каким будет будущая Европа? Я буду в роли пессимиста. Я считаю, что либо он будет в корне абсолютно другим, либо его просто не будет. И, увы, я склонен к этому второму варианту. Спасибо.